Если я уже сказал, что на психологическом уровне человек без стресса способен думать, о чём он хочет, стало быть, проверка, есть стресс или нет, и строится на этой основе. Если мы попросим Светлану думать, о чём мы её попросим, и если она способна об этом думать, значит стресса нет. А если внимание её всё время перескальзывает на какую-то другую доминирующую, висящую проблему, ну, например, как она выглядит, что сейчас будет и так далее, то она думать, о чём мы её попросим, её не сможет. Стало быть, у неё есть некое перенапряжение, да? А попросим мы её думать вот о чём. Представить себе мысленно, что руки расходятся в разные стороны, как бы сами по себе автоматически. Глаза закрыты, да? Ну, как удобно, как удобно. Если человек без стресса, он может об этом думать. И руки рефлекторно в ответ на образное представление начинают давать ответное движение. Ну, как представляем, лимон, и происходит у нас... Они сами идут, да? Сами, да. Стресса нет никакого. Нету стресса, да? Нету стресса, потому что она может думать об этом, и в ответ на этот образ возникает рефлекс движения. Если стресс есть, то руки будут оставаться на месте, да? Да, они пойдут, потому что человек не может своё внимание регулировать. Оно у него соскальзывает. Ну, это упражнение для проверки, есть ли у нас стресс, да? Если мы определили, что он у нас есть, какой следующий шаг? Ну, у Светы в данном случае нет, да? Нет. А как вы себя чувствуете, хорошо? Вообще, да. Да, у него нет, оно да, вот видите, да, нет. Ну, бывает такое, что человек пробует это сделать, да? А у него шея болит. Ну, это же тоже напряжение, перенапряжение. И поэтому они тоже не идут. То есть стресс может идти как от головы, это психология, да? Так и от тела. Это проверяет и то, и другое. То есть, в принципе, он может быть так спокоен, а руки у него тяжёлые, ему хочется их опустить. Поэтому это делает специалист. Специалист может определить, какими приёмами измерить стресс и какими снять. Вот если бы получилось так, что у него руки не идут, мы бы её попросили для лучшей проверки представить себе, что они сходятся в обратную сторону. Давайте, может быть, попробуем продемонстрировать ещё раз это упражнение нашим зрителям, чтобы они его поняли. Итак, мы закрываем глаза и, держа руки перед собой, мысленно даём команду своим рукам. Мы раздавим себя. Представляем себе образно. Я ещё раз хочу сказать, что вот если мы представляем себе лимон, у нас начинается льна течения. То есть в ответ на образ идёт реакция организма. А здесь мы представляем движение, и в ответ на движение, на образ движения возникает движение. Ну, так, например, бывает на светофоре, если рядом вы сидите с водителем, вы тоже невольно нажимаете в ответ. Да, на тормоз, если он остановится. Можно мы Свету спросим, Света, когда вот вы подняли руки, и они вас стали расходиться, что вы чувствовали? И чем это отличается от обычного механического движения? Я почувствовала, что они сами толчком раз и разошлись. Ну, не физически, вот как обычно мы там что-то надо взять, вот берём. Это называется... То есть легко было, да? Да, очень рефлекторное, автоматическое движение. Да, вот этим и отличается от обычного механического. А вот посмотрите, интересное явление. Да, вот представьте себе, что они всплывают. Как у космонавта невесомости. То есть руки у нас опущены, мы закрываем опять же глаза, это мы с телезрителей комментируем, и мы представляем, что они взлетают. Какое интересное ощущение, да? А вот это левитация. А вы представляете себе, что это не только проверяем на стресс, но если человек продолжает это делать, не мешая сам себе, если у него был стресс, наконец они пошли, стресс у него и снимается. То есть есть тесты, которые мы знаем во всём мире, которые проверяют, а это впервые созданный тест, который и регулирует. Продолжение следует...